И снова здравствуйте! Это дегустация сырков Либбендорф интеллектуальными людьми и кошкой. Сегодня у нас на пробе два сырочка. Один с манго, другой с апельсином. Стоят они 25 рублей. В пятерочке покупали производитель Чувашия. Не будем мешкаться, друзья. Перейдем сразу к распаковке. Пластмассовый мир победил, ребята. Я не помню, с какого момента началась вот эта просто волна коробочная. Потому что вот эти сырки по 25 рублей и все в коробках меня пугают. Почему сейчас начали делать в коробках? Почему не на качество упор? Ну, сейчас посмотрим. Что скажу по упаковке? Она, в принципе, такая, ну, простая. Апельсинчики вон. По кайфу. А внутренняя упаковка, она ну, просто стандартная. И такая полупрозрачная. Там даже видно, что он красная и оранжевая глазурь. Ну, давайте, что ли, это того самого дегустацию проведем. не забываем про размеры. Они средненькие такие. Нормально. На красители не поскупились. Очень яркие такие, привлекательные пацанчики. Сейчас будем их резать. А вот и наш сомелье пришел. В ожидании. Сейчас порежем, будем пробовать с кошкой. Кушай. Так, ну, творог она ест. Да, творог она схавала. Ой, как чавкает. Ну, творог, значит, хороший. Если кошка на него позарилась. Опа-опа, за добавкой лезет. Вердикт сразу. Поставлю я сырку два балла каждому из них. Ну, за то, что кошка съела. Кошке понравилось. Накинул чуть-чуть. Почему? Потому что глазурь ни о чем. На красители не поскупились, но глазурь это просто какой-то сахар. Там нет шоколада. Непонятная вообще. Для меня твороженная масса показалась немного жидковата. Ну, может, я придираюсь. А начинка в принципе прикольная. Есть какой-то вот этот привкус благодаря этим ароматизаторам. Кто они там? За 25 рублей? Ну, говорю. Глазурь разочаровала. А так, ну, прикол дес. На разок пойдет. Я очень давно не выкладывал обзоры. И будет как и в прошлые годы. Обзоры, снятые осенью, выходить весной. Да? А то, что было снято зимой в мае. Ну, это не важно. Все наверстаю. Обзоры идут, сырки появляются. И это самое важное. До скорых встреч!